Министерство культуры Челябинской области представляет проект, посвященный Году литературы. Министерство культуры Челябинской области. В рамках нашего литературного проекта она решила перечитать великое произведение всех времен «Войну и мир Толстого». Если вы хотите почитать книгу в традиционном варианте, то нужно подойти в зал каталогов, консультанту. А если в электронном виде вы хотите получить информацию, то пройдете в зал электронных ресурсов. И все, мы ищем, да? Да, да, да. Выбирайте в поле автор Толстой. Идем, 45 записей. И вот смотрите, какие у нас есть издания. Вот есть «Толстой война и мир Толстой». Я здесь вот кнопочку нажимаю, да? И собрание сочинений в четырех томатах. Видите, они разные. Выбираем. Значит, внести список выдачи. Отмечаем. Галочкой. Галочкой. И печать. Экспертное мнение представляет кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы ЧЛГУ Ирина Юрьевна Карташова. Сам Толстой достаточно по-разному определял жанр. Он говорил, скорее всего, в плане таком отрицания, это не роман, это даже не хроника, и это совсем не по-моему. Он выбрал простое определение. Книга. Напомню, что книга – это Библия, вообще-то говоря. И вот это некие универсальные знания о мире. Я думаю, что, во-первых, «Война и мир» – это тот самый случай нашей Библии, российской Библии, русской даже, я бы сказала. И, наверное, у каждой нации, если мы себя нацией осознаем, должна быть такая книга. Это целый мир героев, мир типов, мир событий. А если говорить дальше, то, конечно, каждая крупная нация сегодня имеет целый «Войной мир». Одну из них, допустим, очень хорошо знаем в последние годы – это унесенные ветра. И, конечно, «Скарли» – это предоставление Наташи Ростовой, но это американская Наташа Ростова. И в этом смысле «Война и мир» – это некое представление о том, что держит человека. Это страх, это ужас за близких, за родных, это вечное отторжение от войны. Это любовь, которая может быть к людям, к миру, к самой жизни. Это делает «Войной мир», конечно, всемирной книгой. Добрый день. Здравствуйте. Сегодня могу вам предложить три издания. Выберите, которые вам наиболее подходят. Здесь очень хорошие иллюстрации «Черно-белые», но это известный иллюстратор произведений Толстого, Дементий Алексеевич Маринов. И очень хорошо он понял «Мир героев Толстого». По-моему, это 80-е годы, 88-е годы. Могу предложить совсем свежие, это уже 99-й год. А он двухтомник, в двухтомах или все-таки в четырех? Здесь все произведения, вот так вот скомпонованы. Здесь нет иллюстраций. Вот эти три издания, которые наиболее пользуются спросом у наших читателей. В особенности то, что долго удивляло и радовало его, это были женщины. Молодые, здоровые, за каждой из которых не было десятка ухаживающих офицеров. И женщины, которые рады и польщины были тем, что проезжий офицер шутит с ними. Это рассказ о большой любви, это рассказ о прекрасных людях. И, как говорили всегда во все времена, девочки читали про любовь, мальчики читали про войну. Бумажная книга всегда хранит историю тех людей, которые ее когда-либо держали в руках, перелистывали, читали. Электронный носитель такой энергетикой не обладает. Но, безусловно, великую русскую литературу делает более доступной. Сейчас мне помогли скачать приложение Литреса, и я смогу читать нужные мои книги онлайн. Когда мы Толстого читали в школе, когда мозгов еще нет никаких. И теперь я их время от времени читаю. Теперь мне оказалось интересно все вообще. Мне интересно на войну посмотреть. Интересно смотреть вот всякие детали, детали быта даже на войне. Каким-то странным образом я туда внедряюсь в эту картинку. Ну, получается, что это он меня внедряет. Что если я настолько, ну, настолько вчитываюсь в эту книжку, что я прям туда, в эту жизнь попадаю, значит, он на меня так подействовал, значит, он смог как-то так написать, что я оказалась прям там внутри. Вот, мое восприятие. Запомнили, забываются даже какие-то глобальные там сюжетные повороты, забываются какие-то перипетии. Но ты помнишь незабываемые толстовские детали. Вот, предположим, характеристика Курагина. Дурак покойный и дурак беспокойный. Это к вопросу о типажах нашей жизни. Или вспомните даже тот жест Берга, который бережно целует жену, предельно бережно. Ну, потому что он ее любит, и потому что он бережет пелеринку, которую дорого вы платили. Или еще одна деталь. Это, помните, вот эти вот хрупкие костлявые кучи с методами Ростова. Вот эти детали делают толстого близким человеческим, наверное, во все времена. Вот сейчас эта книга почему может быть и должна быть пострекована? Вот первое и самое главное. Мы сегодня ощущаем себя людьми, через которые буквально проходят нас в поиск истории. Мы не просто живем частной жизнью, мы встать, включены в эту историю, включаем телевизор, и мы с утра уже, так сказать, вот ощущаем на себе эти стрелы. И я хочу сказать, что Толстого – один из тех философов, писателей, кто первый сказал о том, что нельзя разделять жизнь на частную и историческую. Толстого – гениальная формула. Он считает так. Человек – это дробь, где в числителе – это то, что он из себя представляет, с всеми своими достоинствами, достатками. А в знаменателе – это его самооценка. И по правилам алгебры, чем ниже самооценка, тем больше ценность человека. Как только человек, любой на любом месте, кем бы он ни был, маленьким чиновником, большим начальником, просто человек начинает себя осознавать исключительно, он не подается в этой общей смысл. И он начинает безусловно. И главное, что это неостановимо – детагировать. Я какое-то время назад, вот, наверное, когда была студенткой, все время думала, зачем о войне писать, так много говорить. Она же давно уже прошла, пора уже забыть, там, эти страдания, там, тра-та-та. А в связи с последними событиями я поняла, что об этих вещах надо помнить. И о Великой Отечественной войне, и об этой войне, вот, о которой Толстой пишет, об этих ужасах надо помнить, чтобы не повторять. Жалко, конечно, что это приходит, понимание это, это достаточно поздно, хорошо бы понимали люди, смогли понять люди, которые завязывают всякие эти военные конфликты. Может, если они войну и мир прочитали тоже. Те, кто эту книгу прочитал, я думаю, к ней еще вернутся не один раз. Потому что восприятие любой хорошей литературы, она, как бы, расширяет свои возможности по мере взросления человека. И вот, как писал Набоков в свое время, что если ты взял в руки его номер, то же ее никогда не бросишь. Он вот так вот, бешено написал, написал быстро все, и потом сам не перечитывал даже. Слушай, мне очень обидно, когда читаешь сочинения, читаешь ИГ по литературе, и обнарубиваешь там, ну, вот, Пьера Безногова или Безрухова. Шелкнется, пожалуйста, участвуй.